Саша программа продолжается. У микрофона Ирина Кленская, Александр Васькин, писатель, историк Москвы, москвич. Мы гуляем по Москве, храм Христа Спасителя. Мы возле него остановились. Удивительное, надо сказать, сооружение. И много связано с ним разных историй. Да, на наших глазах проходило возрождение храма на Волхонке. И, надо сказать, это произошло... Простите, странное место вообще вот это на Волхонке. Ну да, мы как-то бродили здесь уже. И там этот ручей Чертарый. Чертарый, да, словно черт рыл, говорили москвичи много столетий назад. И он тек, значит, с Причистенки через Волхонку в Москва-реку. Что-то там не то было. Что-то там не то. Нехорошее место. Да, дело в том, что для строительства храма Христа Спасителя это место было выбрано уже не Александром Первым, там Николай Первый. Мы об этом расскажем. Там ведь был древний монастырь Алексеевский. И монахиня последняя прокляла... Ну, такая легенда интересная. Когда ее выносили, она сама не хотела уже покидать. Уходить из монастыря. Здесь лужа будет. Ну, так и вышло. Большевики взорвали храм Христа Спасителя и устроили там бассейн Москва, который круглогодично чадил своими испарениями хлорными, так сказать, по всем окрестностям, причиняя вред даже картинам Музея изобразительных искусств имени Пушкина. Но это можно себе представить. Это огромная кастрюля с горячей водой, ну, с стеклой водой. С хлором. Там зимой же люди купались. Я вот помню эти удивительные наблюдения, там, мимо, когда едешь. Ну, раньше, естественно, чтобы зимой пар подымался. Так что это интересно. Так вот, Александр I издал манифест о необходимости постройки храма во имя Спасителя Христа. То есть в честь победы над французами, над этим нехристем, как его называли, Наполеоном. Великая победа. Ну, и, соответственно, ей должен был быть и памятник. Такой, один из самых больших и мощных храмов. И в старой столице, которой была Москва, и в России. Вот так вот получилось, что строил и Александр I, и Николай I, и Александр II, и Александр III. И, слава богу, при Александре III было закончено. Самое такое долгострой. Одно из самых долгих строительств. При царстве. Да. В 1813 году был объявлен официальный конкурс на проект храма. Если мы с вами перечислим зодчих, выдающихся, принявших участие в этом конкурсе, то, конечно, мы увидим плеяду мастеров. Влестящих имен. Да. Воронихин, Стасов, Захаров, Мельников, Баве, Жилярди, Коваренгин. Посмотрите. Потрясающе. Один другого. Надо сказать, что Воронихин – это фантастический русский архитектор. Храм Казанской Божьей Матери в Петербурге построенный. Удивительный. Бывший, крепостной, вообще тоже фигура в истории искусства, в истории русской, неодоцененная, и о нем, к сожалению, мало знают. На мой взгляд, один из изящнейших архитекторов. Да. И вот здесь, между прочим, в книге «Открывая Москву» представлены проекты мастеров, в том числе и Воронихина. Вот мы видим проект Воронихина наверху. А это Мельников уже. Ну, похож на Казанский, да? Собор в Петербурге. Мы видим Кваренги, это уже, смотрите, римский пантеон в чистом виде, потому что вот здесь наверху есть специальное такое окошко, вот это, через которое, так сказать, божие глаза. И вот Витберг уже, Александр Витберг. Вот он создает, так сказать, свой проект. Александр Витберг – это архитектор, конечно, менее известный, чем перечисленный мною. Ну, вот на нем-то и остановился царь Александр I. Причем Витберг был не так близко знаком с архитектурой до этого. Но, как часто бывает, вкус Александра I, он послужил основным критерием при выборе. А что мы знаем о Витберге? Интересный очень художник, прежде всего. Ну, как его звали, да? Он, во-первых, был молод весьма. Вот смотрите годы жизни, 1787-1855. То есть, получается, сколько ему лет, да? Значит, ему было в 1813 году 26 лет. Просто безусый мальчик по сравнению с корифеями, да? 26 лет. Русской архитектуры. Александр Леонтьевич Витберг, а до принятия православия звали его Карл Магнус, немец, родился он в Петербурге. И вот тут, говорят, разные мнения высказываются. То ли в немецкой семье, то ли в шведской. Ну, может быть, и в шведской, да. Потому что Карл Магнус... Скорее, швед. Швед, да. Отец его приехал в Россию и обосновался в северной столице. Ну, мальчик подавал надежды. Приняли его в 1802 году в Академию художеств. Хорошо учился. Присудили малую и большую серебряные медали, золотые медали. А это давало право на пенсионную поездку за границу. Да, вот таковы были правила. Очень долго оно действовало в Академии художеств. Золотые выпускники бесплатно отправлялись в Европу. На год или даже на два. Поучиться, посмотреть. Поучиться у древних тоже в Грецию отправляли, в Рим. Там, где собраны шедевры мировой архитектуры. Многие так в Риме и остались. Да, у нас таких немало случаев. Там Иванов. Иванов, наверное, не архитектор, а живописец. Остался. Никак не хотели уезжать оттуда. Ну, Брюлов просто в Италии не вылезал. И мы обязаны тем самым, в общем-то, тому, что Брюлов, один из таких ярких итальянцев, да, можно сказать, в нашей живописи. Сильвестр Федрин. Да. Да, в общем-то, наверное, кто мог, тот уезжал туда. Ну, это называлось творческой командировкой, которая могла длиться десятилетиями. Главное, чтобы было на что жить. Николай Васильевич Гоголь. Просто Рим – это был для него один из любимейших городов. Там до сих пор есть кофейня Гоголя в Риме. Там, правда, кофе пить дорого, но что поделаешь. Ну, пройтись можно. Да, да. Да, так вот, что касается Витберга, в нем отмечали талант художника. Все-таки говорили, что человек неординарный, яркий, но не как архитектора все-таки. Он, узнав о том, что проводится конкурс на создание храма, христа-спасителя. Он оставил занятие живописью и всецело посвятил себя созданию своего проекта. Разные он выбирал места в Москве. Естественно, это играет большую роль для архитектора. Ведь когда он создает проект, важно окружение. Он не на пустом же месте создается здание. И вот он избрал, в конце концов, для постройки храма Воробьевые горы. Такое правильное решение. Да, правильно, но потом выяснилось, что она его и под собой погребет. Его карьера и жизнь полностью будут поломаны. Так вот, что он такое предложил? Чем он... Увлек Александра. Александра. Вот мы сейчас видим здесь эти проекты других архитекторов. Он предложил свой храм, но, видимо, сыграло роль его происхождение. Значит, его философская концепция исходила из того, что человек состоит из трех начал. Тело, души и духа. Аналогично этой теории и в жизни Христа Спасителя он обозначил три важнейших этапа. Воплощение, преображение и воскресение. Он воплотил это в трех храмах, которые имеют между собой неразрывную связь. Значит, в основании храма Христа Спасителя он предлагает устроить нижний храм воплощения в форме параллелософии, килограмма, который озарялся бы естественным светом только с одной стороны. Там еще под этим храмом воплощения идут катакомбы. Представляете, какое строение? Хорошо, да. Да, и причем действительно отличается от того, что предлагают мастера, убеленные сединами. Вот в этих катакомбах должен был храниться прах погибших участников отечественной 12-го года. Вот что он придумал. Над нижним храмом Витберг спроектировал второй храм. Он называл его «Храм души». Этот храм открыл свету, и в форме православного креста он предстает. Внутри полусвет, мистика. И Витберг объяснил, что смешение света и тьмы, добра и зла. Из второго храма лестница ведет в третий храм. Храм духовный, круглый по форме, освещенный множеством окон, и потому светлый и радостный. Он предлагает также колоннаду, на которой изображаются события Отечественной 12-го года. На вершине колоннады два обелиска, 50 метров высотой каждого. Представляете, что нагородил, как говорят в народе. Не перелезешь, как говорят. Ну, в общем, размеры, конечно, поразили в том числе и Александра. Огромные. Просто непонятно, такого у нас еще не было. Понимаете? Конечно, это было следствие, я думаю, того, что он все-таки корни-то у него были североевропейские. Это понятно. В общем, поразил он не только объемом, но и размерами средств. Да. Масштабом финансирования, которое необходимо было затратить на строительство. Но царя это нисколько не смутило. Но это никогда не смущало русских царей. Никогда. За ценой не стояли. Да, потому что драмовой же все. Рабский труд, крестьян. Вот странно ведь, опять же, что предлагали Александру первому, как отметить заслуги русского народа? Отменить. Отменить крепостное право. Уж все были свободны. И башкиры, и мордва, и татары, и морийцы. Все. Кроме русского человека. И финны, и поляки. Только русский крестьянин. Вот он должен был это Ермона себе нести. Что-то остановило Александра. Вообще Александр фигура странная. Один из, на мой взгляд, симпатичных царей. Во всяком случае, он всегда стремился к добру, но не всегда осуществлял его. Освобождение крестьян. Но как-то ни один из них не сработал. Они все не решались взять на себя такую ответственность. Ответственность. Боялись реакции дворян. Боялись, что помещики будут против, потому что лишаются. Потом не было системы. Не было серьезной реформы. Как передавать землю? Как отменять? Был такой министр имущества Киселев, который был храбрым генералом в 19-м году, который влиял на... Ну, влиял сложно сказать, но с которым Александр советовался. Так вот, он разработал проект постепенного перехода от крепостного права к свободе, чтобы так перейти и так отменить крепостное право, чтобы не нарушить спокойствие отечества. При Николае он тоже занимал пост министра имуществ и даже возглавлял комитет, тайный комитет по реформе. Ну, я думаю, что ответственность страшила их, огромная ответственность. Потому что... Что делать-то? Что поступит потом? Вот они отменят крепостное право, к чему это все приведет. Ну, конечно... Но не была продумана система. Не было, и вряд ли она могла бы быть продумана, потому что такое было, в общем-то, впервые. Вот, впервые в истории. Но мы видели уже с вами, так сказать, в своем веку, чем заканчивалась отмена. Ну, не крепостного права, конечно, а нечто похожего. То, когда отменили цензуру в 90-м году, и когда отменили шестую статью Конституции, в общем-то, все это привело к краху этой системы, которая зиждилась на вот этой цензуре и на этом крепостном колхозном праве. Вот, в общем-то... Да, наверное, революция в России произошла бы раньше, чем в 17-м, 1905-м году, как это случилось в странах Европы. Даже в Восточной Европе революции произошли там. Первый, третий, в Польше, там, в 19-м веке Бузила, да. В Венгрия. Да, это все было уже у них. Они прошли этот этап, так сказать, буржуазных революций, а у нас это все жуткую форму приняло уже в 20-м веке. И рабство, которое было беспредельным, конечно. Конечно, на этом была основана русская, российская империя. И самым жестоким крепостником был Петр Первый. Который это закрепил. Закрепил. Продавали людей на площадях. Просто продавали. Это было жутко просто. Вот на чем его вот это вот, что Пушкин говорил, что Европа прорубила окно. Ну, что он, так сказать, он прекрасно понимал, что без крепостного права Петр. Он не понимал, что он не построит ни Петербурга, ни флота российского. То есть основа величия вот этого Петровского, это крепостное, это рабство, прежде всего. Рабство, когда людей продавали как скот. Кто-то хорошо сказал о Петре, это был гений, который не мог справиться со своей гениальностью. Да, не мог справиться, он много, конечно, наворотил. Но вот я думаю, никто из его потомков Романовых уже не смог, так сказать, вот эту ответственность взять на себя. То есть масштаба не было такого уже Петровского, чтобы отменить крепостное право. Потом Александр, как многие историки замечают, у него после войны 19-го года через некоторое время наступила глубочайшая апатия и равнодушие. А кто-то очень точно спередал его фразу, что он разочаровался во всём и увлёкся мистикой, увлёкся тайными науками и равнодушие по отношению к обществу, к людям его окружавшим. Было беспредельно, была глубокая депрессия, он уехал. Ну, собственно, мы знаем, чем закончилось. Да, это известный факт. Ну вот выбирает он проект Питберга, действительно такой странный проект. И 12 октября 1818 года, через пять лет после того, как французы оставили Москву и бросились бежать из России по Калужской дороге, происходит торжественная закладка храма на Воробьёвых горах. Очень всё торжественно, события государственного масштаба. Александр Павлович приехал император из Петербурга, специально для этого. И архиепископ Августин освещает церемонию закладки и произносит пророческие слова, которые запомнились многим. Где мы? Что мы видим? Что мы делаем? И вот когда читаешь воспоминания москвичей об этом событии, то вы знаете, почти каждый, кто слышал эти слова, особенно последние фразы, что мы делаем, передаёт. Передаёт и, в частности, вот такая москвичка коренная Елизавета Петровна Янькова. Это такой мемуарист, я бы сказал, профессиональный. Значит, она родилась в 1768 году, а умерла как раз в 1861. Ну, почти сто лет там. Она всё видела, всё знала. Обо всём писала. Она даже, она внуку своему рассказывала, и вот её мемуары называются очень интересны. Рассказы из воспоминаний пяти поколений записаны её внукам благово. То есть она рассказывала, а внук всё записывал. Очень интересно. И о Пушкине она помнила Пушкина маленьким, как он там хулиганил на танцевальных вечерах, как его сажали в угол, он всё шутками своими донимал, там девочек ему было там 10 лет. И как он уже был большой, небольшим взрослым, великим поэтом. Ну, всех пережила, всё видела, так сказать... Обо всём написала. Обо всём, да, передала своему внуку. И память хорошая. И внук всё, так сказать, всё это написал. И вот представьте себе, вот москвичи того времени, они ведь тоже удивлялись. Что мы делаем? Зачем на Воробьёвых горах? Как можно? Там сыпучий песок. Сыпучий песок. Там храм долго не простоит. Обвалится. Да. Потом говорят, ну как же туда ездить? Ведь через девичье поле ни весной, ни осенью не пройти, не проехать. Всё равно царь велел построить там, якобы потому, что в 1812 году на Воробьёвых горах стоял последний неприятельский пикет. Вот видите, тоже вот такое было принято решение, непродуманное. И говорили, что очень какой-то архитектор талантливый, молодой, но талантливый, какой-то Витберг, уж он такой план начертил, ну что точно храм будет стоять века. И церемония была очень торжественная, долго длилась. Естественно, что вот она, смотрите, что пишет, добрались они не сразу. Это же была осень. И они выехали, и народ варил толпой на Воробьёвых горах. Карет ехала премножество, резкий ветер, очень холодно. Ждали, что вот-вот посыпет снег. Даже на том месте, где должна совершиться окладка, поставили палатку огромную с каминами, чтобы царь и семья императорская не замёрзли. То есть холод уже, в октябре был холод. Мы сейчас удивляемся, почему так холодно в ноябре. Но ведь я напомню, что в октябре Наполеон, они же просто тут чуть не окалели. То есть осень была холодная в Москве. Зима ранняя. Да, ранняя. И, короче говоря, там, соответственно, выступил и государь Александр Павлович, и его брат Николай Павлович. И приехал принц прусский Вильгельм. Это, естественно, потому что мы помним, что король Пруссии благодарил. Помните, с Пашкова дома он говорил, что спасибо Москве спасительнице. Спасительнице, да. Потому что если бы не русские войска, то вряд ли Пруссия вообще бы существовала. Потому что Наполеон её покорил и включил в состав своих владений. Да. Так вот, очень торжественная церемония. Главное действующее лицо это Карл Витберг. Его, так сказать, все видят, то есть видят, что новая звезда взошла при дворе, фаворит. Он подаёт доску, которая закладывается государем в гранитный камень. Ну, текст там был такой. Господи, спаситель наш, призри с высоты святые на место сие, избери его в жилище себе и благослови дела рук наших. Соответственно, Александр Первый и закладывает лично храм Христа Спасителя на Воробьёвых горах. Ну, давка была жуткая. Вот. Потому что Янькова пишет, что мы никак не могли уехать. Приехать-то они приехали. Ну, можешь себе представить, что там творилось. Вот люди ведь и пешком шли. Из московской губернии. Вот. Вообще она приехала домой, очень замёрзла. Устала. Да. И вот интересно, что Янькова, приехав домой, и её кумушки вот эти, они стали как-то сели, значит, в кружок. Стали обсуждать. Да. И вот они, опять вот речь Августина. Где мы? Что мы видим? Что мы делаем? На это можно бы так отвечать. Где мы? На Воробьёвых горах. Что мы видим? Видим сыпучий песок. Что мы делаем? Делаем безрассудство, что не спросясь броду, лезем в воду. И такое немаловажное дело начинаем так, легкомысленно. То есть общественность с тревогой, скажем так, восприняла сам факт закладки храма Христа Спасителя на Воробьёвых горах. Но... Но их глаз ничего не значил. Царь решил, храм должен был построен. Понимаете, это было такое событие. Интернета не было тогда, мы знаем. Но на закладке храма присутствовало полмиллиона человек. Можете себе представить, какое было событие? Ну, Витберга пожаловали там и Владимирским крестом на шею, дали ему чинка Олежского асессора. Стали расхваливать его проект, что это поразительно, что он будет превосходить по объёму храм Святого Петра в Риме. То есть вот на что он нацеливался. Понимаете? Вот эти какие, Саш, настораживают амбиции, которые безумно были. Почему нужно превосходить? Почему нужно быть выше всех? Для чего? Как сказал Августин, что мы видим? Что мы делаем? Да. И вот Витберг принял православие вскоре после закладки. Смотрите, как интересно. Вообще он участвовал в конкурсе. Он... Был протестантом. А крёстом его стал государь сам. Представляете, какая честь? Ну, это, естественно, по сути, царь взял на себе ответственность, выбрав Витберга в числе прочих. Человек, он был неопытный, прямо скажем. Ну, может быть, он художник-то и хороший. Ну, портрет Герцена знаменитый, кстати, он создал вятки. Потом уже, находясь в ссылке там. Это как один из образцов, да? Его творчества. Пашет на живописи. Самое главное, вот, чему Витберг не смог противостоять, что государь так увлёкся его проектом, что он ему же и поручил составить смету в сооружении храма. А ведь любое строительство, мы знаем, чем заканчивается. Это всё же казна государственная. Залезают, как хотят туда. Как говорят, сейчас распиливают бюджет. Короче говоря, ему пришлось заниматься абсолютно всем. И поисками материалов для строительства, и способами их доставки. А вот как их доставишь на Воробьёвы горы? Эти баржи, гружённые мрамором, гранитом. Дело в том, что Москва-река, она не обладает достаточно, фарватер Москва-реки, достаточной глубиной. Это, естественно, что началось. Баржи стали садиться на мель. Огромные убытки. Как туда доставлять? Каким образом? На телегах не довезёшь. Сколько надо лошадей, сколько крестьян. Дороги-то нету, всё же размокает. Уже было понятно, что... Проиграли. Да, что-то не то. Но объявить об этом, это, ну что, это же позор. Потеря лица. Да. Хотя, может быть, если вовремя объявить о неудачах, неудач было бы меньше. Да, но это, так сказать, не в правилах было царя, так сказать, да и его, в общем, сторонников. Да это вообще никак-то не принято. С большим трудом Витберг руководил строительством. Это было явно не его. Но он и не строитель. Но он художник. Нашли, конечно, камень московской губернии, но как его туда, так сказать, доставить? Воду они надеялись поднять, Москва, реки. Не получилось. Грунт на Брёвых горах не исследовали как следует. Ну, какой-то безумный проект, конечно. Какой проект? Это если он хотел превзойти храм святого Петра в Риме, да? Ну, это, по крайней мере, безумие какое-то. Надо было всё просчитать, продумать, узнать. Это просто авантюра. Да. Камень они не доставили, но уже казна потеряла 300 тысяч. Огромные деньги. И вот он решает ехать к царю. И признался, рассказал, что ничего не выходит. Никак не могут доставить строительный материал. Александр получил его докладную, вызвал к себе Аракчеева. Ну, известная личность. Араксеевская военщина. Это мы все знаем, всё со школы. Ну, говорит, хороший службист был. Замечательный человек, но вот как-то его, наверное, оболгали, что ли, при советской власти. Но, к сожалению, Аракчеев заболел. Вскоре отошёл от дел. А через два месяца, всё происходит в 1825 году. Умирает Александр. Да, Александр скончался. И не только царь скончался, но и главный покровитель Витберга. И Николай I уже совсем другой человек. По-иному взялся за дело. И что он сделал? Прежде всего, остановил работы по строительству. Закрывает он комиссию. В 1926 году, как только управился с декабристами, в мае 1926 года, закрывает комиссию. Всё, строительство приостанавливается. И начинают проверять. Проверять, как строился храм. И, главное, ищут пути окончания скорейшего. А там огромные растраты. Да. Ну, естественно, что тут сказать? В этот комитет для проверки действий Витберга, в том числе, включили его коллег. Тех, кто и проиграл ему когда-то на конкурсе. Но они, мягко говоря, не очень... Защищали. Защищали. Да и прохладно отнеслись к его проекту. И главное заключение они дали какое? Что строить на Воробьёвых горах? Нельзя такое огромное здание. Я не права, Саша. Как святого Петра храм. Ну, естественно, что это интересная тема. Потому что пройдёт чуть больше века. И уже другой архитектор, Борис Иоафан, будет сражаться за то, чтобы поставить у кромки Воробьёвых гор, почти на берегу Москва-реки, свой университет. Ему будут говорить, что надо отодвинуть высотное здание. А он ни в какую. Ну, за него тогда закончат. Его отстраняют, но его никуда не сослали, в отличие от Витберга. Ну, вот смотрите, как повторяется история. Саша, прервёмся на некоторое время и уточним, как же повторяется история, почему она повторяется, движется по одному и тому же кругу, казалось бы. Но узнаем, почему. В студии Ирина Кленская, Александр Васькин, писатель, историк Москвы. Оставайтесь с нами, продолжим наше путешествие.